Здравствуйте, с вами Светлана Цветкова. Рада приветствовать вас на канале Майя Мастерская. И сегодня мы с вами будем вязать вот такую вот Божью коровку. Божьи коровки считаются символом удачи и хороших новостей. И сегодня мы будем их создавать с вами своими руками. Эти Божьи коровки связаны по одному описанию, которое я вам сегодня буду показывать и рассказывать, но из разных ниточек. Маленькая, создана из ниточек ирис, предельно ниточного комбината Кирова. Получилась она вот такого миниатюрного размера, около 2,5 см. Большая, создана из ниточек более толстых. Это ниточки Yarn Art Jeans и толстые ниточки Шерсть плюс Акрил, которые у меня были дома. Что же нам понадобится для создания вот такой вот Божьей коровки? Итак, нам с вами понадобятся ниточки тех цветов, в которых у нас Божья коровка. Красный и Черный. Очень важно проследить, чтобы это были ниточки, одинаковые по толщине. Внутри нашей Божьей коровки мягкий наполнитель синтепух. Вязать я буду крючком номер 2. Также нам понадобится иголка с широким ушком. Я использую гобеленовую иголку. Ножницы и бусинки. У меня это акриловые черные бусины, которыми я буду вышивать, которыми я буду делать точки на спине Божьей коровки. Можно сделать их и не бусинками, а просто вышить черным цветом. И также подумайте, чем у вас будет Божья коровка. Вот эту Божью коровку я превратила в магнитик. Вот она у меня. Можно сделать Божьей коровке резиночки для волос. Тогда вам пригодятся резинки для волос. Придумывайте сами, и мы начинаем. Начинаем вязать мы со спинки. Это схема вязания Божьей коровки. Она подходит и для вязания спинки, и для вязания животика. С небольшой разницей, которую я вам буду показывать. Начинаем вязание мы с кольца анигуруми, в который набираем 8 столбиков без накида. Начинаем кольцо так, как вы обычно его делаете. и набираем в него 8 столбиков без накида. 8. Я тяну за короткий кончик нити, стягиваю отверстие, чтобы вначале не было дырочки. Можно пометить начало ряда этой же ниточкой. Так, еще затяну отверстие. Этой же ниточкой выведи ее на себя. Первый ряд у нас закончился. В следующем ряду мы с вами будем делать прибавки в каждую петлю. Это значит, что в каждую петлю мы будем вязать по 2 столбика без накида. Так, первая петля. Вяжем в нее 2 столбика без накида. Вторая петля. 2 столбика без накида. И так дальше до конца ряда. Нам нужно с вами довязать до вот этой вот ниточки, которую мы помечали в начало ряда. Получилось 16 столбиков без накида. Наш круг растет. Если дырочка немножечко расширилась в процессе, то можно ее еще подтянуть. Она у нас не должна быть видна. Разбираем с вами следующий ряд. Следующий ряд мы будем вязать так. В первую петлю 1 столбик, во вторую 2. 1, 2, 1, 2. То есть в этом ряду мы делаем прибавки в каждую вторую петлю. Первая петля мы вяжем 1 столбик. Вторая, 2, 3, 1, 4, 2. Так, продолжаем до конца ряда. Разбираем следующий ряд. Это у нас уже получается с вами четвертый ряд. Четвертый ряд мы вяжем по 1 столбику без накида в каждую петельку. Итак, этот ряд мы вяжем очень просто. В каждую петлю по 1 столбику без накида до конца ряда. На самом деле, для того, чтобы связать животик, брюшко черного цвета, нам точно так же нужно будет провязать первые ряды, так же, как мы вязали до этого. Вот этот ряд уже не нужно будет провязывать. опять довязываем до вот этой вот ниточки. Смотрите, наше вязание начинает немножко закругляться, превращаться вот в такую вот шляпку. В следующем ряду мы с вами вводим ниточку черного цвета. Это у нас будет голова. Посмотрите, вот мы свяжем несколько рядов с черной ниточкой и с красной ниточкой. То есть, будем голову вязать сразу же, не пришивную ее делать. Вяжем мы так. Вводим черную ниточку и провязываем черным цветом 1, 2, 3, 4 столбика. Дальше мы провязываем по 1 столбику без накида до конца ряда уже ниточкой красного цвета. Посмотрите, как правильно ввести. Черную ниточку. Мы начинаем вязание ниткой красного цвета. Подхватываем нитку на крючке 2 петли. И вот сейчас, когда на крючке 2 петли, захватываем черную ниточку и довязываем этот столбик уже ниткой черного цвета. Подтягиваем и черную ниточку, и красную ниточку, для того, чтобы вот здесь не было болтающихся петель. У нас с вами образовалось несколько, можно так сказать, лишних ниточек. Прикладываем короткий кончик нити и красный кончик нити к вязанию и будем ввязывать эти ниточки. Прячем их сразу же внутри вязания. Вяжем 1, 2, 3, 4 столбика без накида черным цветом. Это начало головы нашей божьей коровки. Дальше меняем ниточку на красную. Делаем это просто. Просто берем, прикладываем ниточку. Смотрите, черную длинную ниточку мы не будем прикладывать. Прикладываем только вот эту вот черную короткую ниточку и вяжем дальше, чтобы вот эта вот черная ниточка не болталась. Последняя петля мы подтягиваем ее и дальше уже отставляем и не будем дальше ввязывать ниточки черного цвета. Они у меня уже не в работе. Продолжаем вязать по одному столбику без накида в каждую петельку. Итак, провязываем последнюю петельку. Вот здесь вот, посмотрите. Начинаем вязать мы ниточкой красного цвета в последнюю красную петлю. Дальше берем ниточку черного цвета и довязываем этот столбик уже ниточкой черного цвета. Мы ввели черную нить, подтягиваем красную, чтобы она у нас, вот чтобы здесь не было вытянутой петли, черную тоже подтягиваем. И дальше уже начинаем вязание, меняем ниточки и начинаем вязать уже ниточкой черного цвета. Вязать этот ряд мы будем так. Будем делать прибавки через несколько петель. Смотрите, как мы будем делать прибавки. В первую черную петлю мы вяжем два столбика без накида. Дальше переходим сразу же на вязание усика. Набираем один, два, три, четыре, пять воздушных петелек и в вторую от крючка петлю вяжем пять столбиков без накида. И дальше до конца цепочки воздушных петелек соединительные столбики. Прикрепляем столбиком без накида в следующую петлю головы. Еще один столбик без накида и опять переходим на вязание второго усика. Опять пять воздушных петель. Во вторую от крючка петлю пять столбиков без накида и соединительные столбики до конца усика. И дальше переходим на вязание красной части спинки. Будем делать прибавки, прибавка и дальше два столбика без накида, прибавка, два столбика без накида. То есть на красной части нам нужно будет делать прибавки через две петли. Вот так вот сейчас выглядит у нас спинка божьей коровки. Она у вас должна закругляться, не быть плоской как блин. И переходим на вязание черной части головы. Красная ниточка, мы ее прикладываем и сразу же будем прятать внутри вязания. Первая черная петля, в нее мы вяжем раз, два столбика без накида. Дальше переходим на вязание усика. Набираю один, два, три, четыре, пять воздушных петель. И теперь в вторую от крючка петлю провязываем пять столбиков без накида. Все они вяжутся в одну петлю. Вот что у нас должно получиться. Это вот такой вот кружочек. И дальше до конца усика мы провязываем соединительные столбики. В следующую петлю, смотрите, мы дошли до конца цепочки воздушных петелек. Прикрепляем наш усик в следующую петлю головы столбиком без накида. Усик наш прикреплен. Следующая петля, опять столбик без накида. И переходим на вязание второго усика. Набираем цепочку из пяти воздушных петелек. В один, два, вторую от крючка петлю вяжем пять столбиков без накида. Вот что у нас получилось. Опять закругление, посередине дырочка. И дальше до конца цепочки я вяжу соединительные столбики в каждую петлю. Вот что получилось. Прикрепляем наш усик столбиком без накида в последнюю черную петлю. Вот такая вот получилась у нас голова у божьей коровки. Дальше мы переходим, как я и говорила, на вязание красной ниточкой. Мы просто прикладываем черную ниточку к вязанию, вводим крючок в следующую петлю и подцепляем уже красную нитку. В этом месте делаем прибавку. Вяжем два столбика без накида. Дальше в следующую петлю один столбик. Следующую и еще один столбик. Теперь смотрите, ниточку черного цвета мы откладываем. Мы ее спрятали вот здесь вот немножечко совсем внутри вязания. Дальше мы ее вести не будем, потому что ниточка черного цвета, видите, она может просвечивать, быть видна через вязание. Поэтому мы ее откладываем. Она у нас на изнаночной стороне остается. И дальше вяжем только красной ниточкой. В следующую петлю я делаю прибавку. Вяжу два столбика. Так, продолжаю до конца спинки. Не довязываем вот эту вот последнюю петельку. Посмотрите, что у нас получилось. У нас получилась одна деталька. Это и выпуклая спинка, и сразу же голова с усиками. Ниточку, которая осталась у нас в начале вязания, мы еще раз подтягиваем, чтобы не было дырочки. И прячем ее, можно прямо так же с помощью крючка, на изнаночной стороне. Чтобы на изнаночной стороне у нас не было много лишних ниточек, мы сразу же можем отрезать ниточку черного цвета. Мы ее спрятали внутри вязания. Ниточку красного цвета очень короткую не оставляйте, потому что она у нас не спрятана внутри, чтобы она у нас потом не вылезала. Деталька не распускалась. Вот что у нас получилось. И сейчас мы с вами переходим на вязание брюшка. Смотрите, вязание его будет отличаться всего двумя рядами. Первый ряд мы вяжем с вами так же. Делаем кольцо амигуруми, набираем в него 8 столбиков без накида. Второй ряд делаем прибавку в каждую петлю, так же, как делали на спинку. Третий ряд мы делаем прибавки через одну петлю. В каждую вторую мы делаем прибавку. Четвертый ряд мы не вяжем. Пятый ряд мы не вяжем. Сразу же переходим на вязание. Так, как мы делали в последнем ряду спинки. Будем делать прибавки через каждые две петли. Таким образом, только вот этими двумя рядами будет отличаться наша спинка божьей коровки и животик. Я отрезаю черную ниточку, оставляя кончик достаточно длинный, потому что он нам еще пригодится при сшивании, точнее, связывании брюшка и спинки божьей коровки. И этой же черной ниточкой. И начинаю вязание животика божьей коровки. Я довязала до конца ряда. Получился вот такой вот кружок. Если пересчитать, то количество петель должно получиться 32. Заканчиваю ряд, я соединительным столбиком. Ниточку закрепляю, отрезаю. Здесь кончик длинный нам не нужен. Вытягиваю. Все, тяну. Ниточка закреплена. Короткий кончик нити, который оставался внутри в начале вязания, я прячу с изнаночной стороны. Все, вот такой вот получился кружок. Если приложить его к нашей божьей коровке, то если вы вязали из ниточек одной толщины, очень важно, чтобы количество петель в последнем ряду на спинке и у животика совпало. Вот, видите? Чтобы у нас они наложились ровно один на другой. И сейчас начинаем соединение. Так, все лишние ниточки, чтобы они не были очень длинными, мы отрезаем. Очень короткие кончики тоже не оставляем. И теперь важная часть. Мы складываем. Вот у нас изнаночная сторона брюшка. Она будет внутри у нас. Складываем. Со спинкой. Как я и говорила, последнюю петельку мы с вами не довязывали. Почему? Потому что в этой петле мы будем уже соединять две части. Ввожу крючок в петлю спинки красную. Ввожу крючок в петлю брюшка. Подцепляю красную ниточку. На крючке две петли. И дальше, посмотрите внимательно, сразу же перехожу на вязание черной ниточкой. Заканчиваю вот этот столбик без накида, уже вводя черную ниточку, которая у нас оставалась, от вязания головы. Подтягиваю кончики. Видите, здесь красная ниточка. Она у меня стала петля очень длинной, поэтому я ее подтягиваю, чтобы она не болталась. Ниточку черного цвета тоже подтягиваю. Оттягиваю красную, черную. Это важно, чтобы у нас ничего не болталось. И дальше нам нужно с вами соединить черную часть брюшка и спинки. Ввожу крючок в каждую петельку. Обратите внимание, и верхней части, и нижней. Захватываю ниточку. Провязываю столбик без накида. Следующая петля. Так вот делаю каждую петельку. Соединяю верхнюю и нижнюю детальки. Дойдя до усика, вот здесь вот, посмотрите, у нас усик. Мы его не соединяем, эту часть пропускаем. Уже вводим крючок в столбик, который идет следующим за усиком. И опять соединяем обе части. Верхнюю и нижнюю. Следующая петля ввожу в петлю верхней части, ввожу в петлю нижней части, подцепляю рабочую ниточку и провязываю столбик без накида. Опять я дошла до усика, его пропускаю, ввожу крючок в следующую петлю, который идет за усиком. Опять ввожу в петлю верхней части, ввожу в петлю нижней части и провязываю столбик без накида. Все, таким образом у нас с вами получилось соединение черной части, где у нас голова и брюшко. Дальше уже мы будем с вами соединять спинку красного цвета, поэтому мы просто переходим на вязание красной ниточки. Она, ею мы вязали вот здесь вот закончили вязать спинку, и она у нас внутри нашего вязания с изнаночной стороны. Очень важно, не затягивайте очень туго. Ввожу крючок в петлю верхней части, ввожу крючок в петлю нижней части и подцепляю красную ниточку. На крючке две петли, и красная, и черная, провязываю красной ниточкой. И дальше делаю точно так же до конца ряда. Давайте посмотрим, что у нас творится с изнаночной стороны. Получается, что все ниточки у нас спрятаны с вами с изнаночной стороны. На лицевой стороне у нас с вами ничего не торчит. Эта черная ниточка, которую мы связывали, вот эта вот часть в районе головы, нам еще с вами пригодится. Мы ее сразу же выведем на лицевую сторону. Смотрите, я ввожу крючок и подцепляю черную ниточку, вывожу ее на лицевую сторону. Этой ниточкой я потом буду пришивать бусинки. Соединяем дальше две наших детальки. В каждую петлю верхней части, в каждую петлю нижней части вывожу крючок. Поэтому очень важно было, как я обращала ваше внимание, чтобы количество петель в последнем ряду верхней и нижней части, животика и спинки совпадало. Смотрите, пока отверстие не стало слишком узким, мы наполняем нашу детальку. Я использую мягкий наполнитель Синтепух. Наполняем так, как вы хотите. Можно поплотнее. Тогда спинка у нас будет более выпуклая. Можно послабее, поменьше наполнителя использовать. Тогда будет более плоская божья коровка, не такая выпитанная. Как вам больше нравится. Придерживая, видите, наполнитель у нас здесь еще немножко вылезает. Придерживая верхнюю и нижнюю часть, продолжаем соединение. Соединение столбиками без накида. Довязываем, соединяем до того места, где мы с вами начинали вязание головы. И заканчиваем соединительным столбиком в последнюю петлю красной части божьей коровки. Ниточку отрезаю, оставляя кончик. Он нам уже пригодится, только если в том случае. Вот подумайте, если вы будете, например, использовать красную резиночку для волос, то тогда отрежьте ниточку вот такой длины, чтобы можно было этой же ниточкой пришить резиночку для волос. Или если вам эта ниточка не будет нужна, как и мне, то сделайте вот точно так же. Я закончила соединительным столбиком, отрезала ниточку. И сейчас можно спрятать ее внутри вязания. Итак, все ниточки я прячу внутри вязания одинаково. Ввожу в том месте, где бы мы с вами ввели крючок. Для того, чтобы связать следующий столбик, провожу внутри вязания. Здесь вот очень плотно затягиваю, а потом расправляю, чтобы не было никакого такого углубления, если я затяну слишком сильно. И дальше еще несколько раз провожу иголку внутри вязания. Два-три раза в разные стороны. Все, наша ниточка плотно зафиксирована. Я никогда практически не делаю узелков. Прячу вот так вот. Потяну за кончик, отрезаю близко к вязанию, не задев его, и расправляю потом вязание. Все, ниточка спрятана. Вот такая вот у нас получилась с вами божья коровка. И, конечно, не хватает бусинок. Бусинок сделать наверху точечки. Что очень интересно, то количество бусинок тоже что-то обозначает. Если вам это интересно, то почитайте. Как я и говорила, я буду использовать ту же ниточку черного цвета, которую я использовала при вязании головы, для того, чтобы пришить бисеринки, бусинки. Отверстие у бусинок у меня достаточно большое, поэтому может такая толстая ниточка пролезть. И пришиваю вот такими вот стежочками к спинке. Делаю буквально два стежочка. Поправляю бусинку. Берите, конечно, бусинки подходящего цвета с достаточно толстой дырочкой. Так, одно пятнышко обозначает Божья коровка поможет в любом начинании новом. Нам с вами очень подойдет. Пришиваю одно. Если пришью две, два пятнышка, это символ внутренней и внешней гармонии. Это тоже нам с вами очень нужно. Если вот так вот наполнитель вылезает, когда иголочку проводите, убирайте его. Так вот, я пришиваю двумя обычными стежочками бусинки к Божьей коровке. Вывожу в следующее месте, где я хочу сделать следующее пятнышко. Три пятнышка. Человек научится быть рассудительным, сможет принимать верные решения. Вот. То есть мы делаем не просто Божью коровку, а такой определенный талисман, в который закладываем смысл. Можно, как я говорила, сделать просто вышитые этой же ниточкой или другой, более тонкой, пятнышки. Просто сделать стежочки на спинке Божьей коровки. Сделайте такое количество пятнышек, которые вам больше нравятся. Для коровки у меня получилось три пятнышка. Вот, покажу вам другую, которая, например, пять пятнышек. Я совершенно не считала, просто располагала в бусинке так, как мне показалось, более гармонично. Тогда, когда вы сделаете нужное вам количество пятнышек, если вы делаете просто игрушечку Божью коровку, то можете спрятать ниточку внутри вязания, так как я вам до этого говорила. Несколько раз проводя, справляем, несколько раз проводя внутри вязания в разные стороны. Если это будет игрушечка, маленький талисманчик, то эта ниточка может не понадобиться. Проводите несколько раз внутри вязания и кончик отрезаете. Если же, например, вы будете пришивать что-то этой ниточкой, ну, например, основу для броши, если захотите ее сделать, то оставляйте эту ниточку, чтобы не использовать другую. Итак, вот такие вот у нас с вами получились очаровательные Божьи коровки. Символы удачи, хороших новостей, талисманы, игрушечки. Может быть, это даже могут быть подвески на слингобусы, если вы их вяжете. Как я говорила, вот такая вот малявочка у меня получилась по этому же описанию из хлопковых ниточек ирис. Что интересно, немножечко изменив описание, но оставив такой принцип, у вас получится и черепашка. Правда, вот такая вот неваляшка у меня получилась? Вот такие они, мама, папа, малыш, целое семейство Божьих коровок. Желаю вам творческих успехов, буду ждать ваших самых позитивных летних букашек. Желаю вам творческих успехов. Светлана Цветкова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова